МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В концертном зале России в Крокус-Сити-Холле у вас послезавтра будет концерт. И этот концерт, по сути, будет, наверное, венчать ваш юбилейный год, 50-летие. И что это будет за концерт? Я знаю, что там прозвучит программа схожая с тем, что звучала в Большом зале консерватории московской позавчера. Но есть какие-то изменения? Какие? В Крокус-Сити-Холле прозвучит рождественская оратория. Это сочинение было написано мною в 2007 году и впервые было представлено в Вашингтоне и затем в Москве в январе 2008. И это сочинение, так же, как и «Страсти по Матфею», было построено по принципу схожести с церковной службой. То есть музыкальные номера чередовались с чтением Евангелия в манере традиционной для православной церкви. Для исполнения в Крокусе мы избрали несколько иной подход. Мы пригласили детей, чтобы евангельские отрывки читали с детьми. Это вот первое отличие от партитуры. И второе существенное отличие и от партитуры, и от концерта в Большом зале консерватории – это то, что вся музыка будет сопровождаться очень красочным видеорядом, который построен на традиционных христианских изображениях, включая мозаики равенны, включая фрески балканских монастырей. То есть вот эта рождественская история, она будет очень красиво проиллюстрирована. А что за детишки будут принимать участие? Это опытные уже певцы? Будут принимать участие самые разные. Дети – это и дети, которые уже имеют опыт публичного чтения, это и школьники из одной московской гимназии, и это просто некоторые мои знакомые дети. Или, точнее, дети моих знакомых. То есть они не обязательно связаны с хоровым пением, главное, чтобы глаза горели, что называется. Они не обязательно связаны с хоровым пением, но там, конечно, помимо детей, которые читают Евангелие, там будут и дети, которые будут петь. Потому что партитура предполагает два хора. Это хор смешанный и хор мальчиков. Они как бы символизируют такую двуединую хвалу родившемуся Бога-младенцу Христу от людей и от ангелов. Вот дети олицетворяют ангелов. Говоря о грядущем концерте, мне кажется, очень важно вспомнить премьеру, тем более, что она проходила в гигантском, даже по американским меркам, зале. И, конечно, было бы замечательно, если бы мы поговорили о дирижёре Владимира Ивановича Федосееве. Владимир Иванович будет дирижировать концертом в Крокусе. И Владимир Иванович был тем человеком, который, в общем, дал мне, как композитору, путёвку в жизнь. Потому что он первый исполнил «Страсти по Матфею», тогда ещё никому неизвестного композитора, епископа Илариона. Вот. И сразу, как только я ему показал эту партитуру, я тогда служил в Вене, он был прихожанином нашего собора, я ему показал на компьютере, показал ноты, и он сразу сказал, я это готов исполнить. И вот он её исполнил. И я очень радуюсь тому, что 10 лет спустя после премьеры «Страсти» и 9 лет спустя после премьеры «Оратории» мы продолжаем такое доброе и активное сотрудничество с этим замечательным дирижёром. А если говорить о премьере «Оратории», то она состоялась в самом крупном по размерам католическом соборе Америки. Это национальная базилика Вашингтона, там около пяти тысяч посадочных мест. Говоря о видеоряде, я очень хорошо помню, мы с вами говорили о вашем очень серьёзном, глобальном, по сути, труде. Это шесть томов, так задумано. «Иисус Христос. Жизнь и учение». Летом вышел первый том, на днях совсем появился, родился второй том «Нагорная проповедь». И я уверен, что в этом вашем труде, безусловно, проиллюстрированы некоторые страницы. Связано ли это? Помогло ли вам написание вот этой работы в оформлении концерта? Да. Вы знаете, ну, оформлением я не сам занимался, я просто дал, конечно, кое-какие подсказки. Потому что у меня есть определённый художественный вкус, который сложился на протяжении вот нескольких десятилетий моего служения церкви. И я считаю, что самое сильное и глубокое впечатление вот в таком контексте рождественской истории могут произвести канонические изображения. Вот именно такие, которые мы встречаем, например, на фресках Равенны или собора святого Марка в Венеции. И вот, допустим, первая часть оратории – это такой ветхозаветный пролог. То есть тема этих начальных примерно 10 или 12 минут музыки – это ветхий завет, это ожидание пришествия в мир Христа, это пророчество о Христе. И здесь я предложил вот такое художественное решение, чтобы перед зрителем прошла как бы панорама ветхого завета, начиная от сотворения мира. И сотворение мира иллюстрируется при помощи совершенно потрясающих мозаик собора святого Марка в Венеции. То есть вся вот эта картина, как Бог созидает землю, небо, солнце, животных, человека, грехопадение Адама – вся она проходит в картинах перед зрителями. Переходя к музыкальной части этого концерта, предварительно хотел бы спросить вас вот о чём. В истории вообще человечества был период, когда вот по-серьёзному не существовало никакой музыки, кроме религиозной. И пласт этой музыки просто колоссален. По-моему, у Баха только одних церковных кантат около 350. Это только кантат, не считая знаменитой семинорной мессы и так далее, и так далее. Гендель, Мендельсон с его Илаей или Павлом, Гайден, Шуберт, Бетховен, Моцарт, Брамс. Это колоссальное, не говоря уже о наших композиторах. И у Глинки есть вещи, и у Танеева Сергея Ивановича. И у Чайковского. Чайковского, Рахманинов. Ну, в общем, но есть ли среди этих великих произведений вещи, которые даже не с точки зрения музыки, а с точки зрения религиозного канона не совсем правильные? Вот, условно говоря, первое, что приходит в голову, сотворение мира Гайдена. С музыкой все понятно, а вот с точки зрения текста, условно говоря. Но вы знаете, религиозный канон – это понятие очень, как бы сказать, растяжимое в том плане, что, во-первых, существует религиозный канон для чисто канонической музыки. Ну, вот, например, в православной церкви существует только вокальная музыка. У нас нет инструментальной музыки. Поэтому любое произведение для хора с оркестром, оно не каноничное с точки зрения исполнения в церкви. Но, вот, например, когда я писал «Страсти по Матфею» и «Рождественскую ораторию», они же и были задуманы как произведения для концертной сцены, а не для православного храма. И здесь я использовал канон как некую вот такую вдохновляющую силу. То есть, строго говоря, для человека, который пишет музыку для концертной сцены, для него канона не существует. С другой стороны, когда мы прикасаемся к религиозным сюжетам, когда мы прикасаемся к священным текстам, мы, конечно, ориентируемся на канон. И чем дальше люди уходят от церковной традиции, тем больше это может вызвать непонимание, недоумение или даже соблазн. И мы знаем такие произведения музыкального искусства или киноискусства, которые затрагивают религиозные темы, но которые вызывают у верующих людей отторжение и неприятие. Произведение, которым, может быть, вы были увлечены, будучи совсем молодым человеком, я говорю о «Jesus Christ Superstar» Эндрю Ллойд Вебера. Безусловно, для очень многих людей, совершенно далеких от понимания, что такое свет божественный, наверное, это произведение принесло какую-то значимую пользу. Как для вас? Вы знаете, вот это произведение «Иисус Христос – суперзвезда», я его считаю, ну, во-первых, выдающимся музыкальным произведением. Оно действительно мастерски написано, оно написано на прекрасный поэтический текст. Конечно, это не произведение, которое вписывается в рамки церковного канона. Ну, а если мы посмотрим на живопись эпохи Возрождения, разве она вписывается в рамки церковного канона? Это ведь, конечно, такое гуманистическое прочтение личности Иисуса Христа. Но могу вам засвидетельствовать, что вот во времена моей юности, когда я, например, служил в армии, в военном оркестре, то мы слушали на кассетах вот эту самую оперу, и это давало мне возможность рассказать моим сослуживцам о содержании этой оперы. И я знаю людей, которые через эту оперу пришли к вере христианской. Поэтому я думаю, что вот подобного рода попытки осмыслить образы Иисуса Христа, они очень важны, и они абсолютно с моей точки зрения легитимны. Конечно, мы не поставим оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» в храме православном, или не думаю, что ее можно поставить в католическом храме. Но для театра, например, для театра на Бродвее, почему не может идти такой мюзикл? Я думаю, что он, безусловно, имеет свое миссионерское значение. Я включаю всю свою фантазию и представляю, с каким священным трепетом, ужасом и, может быть, даже горючими слезами. В эпоху Ренессанса люди встречали полотно Караваджо «Положение в огроб». Для современного человека, впитавшего в себя огромное количество информации, связанного с насилием и прочими небожественными вещами, эта картина, прежде всего, а я сейчас говорю об этой картине в связи с выставкой, которая проходит в Третьяковской галерее «Рома и Этерна» из Пинокотеки Ватикана, наверное, не оказывает такого сногсшибательного воздействия. Есть ли в этом определенный, я бы даже, может быть, употребил такое слово «порог». Мы смотрим на убитого, зверски убитого Христа и воспринимаем только произведение искусства. Но вы знаете, опять же, это очень такая двоякая тема, потому что, с одной стороны, вот когда мы заходим в православный храм, мы видим изображение распятия, мы видим изображение положения в огроб, и мы понимаем, что эти сцены, они как бы заведомо облагорожены, они выполнены в такой иконописной манере. То есть православный иконописец, он никогда не акцентирует вот этот момент человеческого ужаса, человеческого страдания, этой боли. Я вот в своей книге о Христе обращаю на это внимание. Шестой том моей книги, который выйдет рано или поздно, он уже написан. Я в нем говорю в том числе о том, а что такое вообще распятие, ведь мы же не знаем этого. Слава Богу, что не знаем. Но вот я в своей книге просто рассказываю о том, как это происходило, потому что есть очень много свидетельств, есть много описаний. Евангелисты ведь очень кратко говорят. Вот такая фраза. И Пилат биф предал Иисуса на распятие. Вот это одно словечко биф, три буквы, короткое. А сколько за этим стоит? Ведь это было совершенно зверское истязание. То есть люди умирали под бичеванием. И когда Пилат удивился, что Христос очень быстро умер на кресте, то почему он быстро умер? Потому что он уже был истощен этими мучениями. Вот это все мы, конечно, должны знать. Хотя все это невозможно показать ни на иконе, ни в художественном произведении. Спасибо вам большое. Спасибо. Честно говоря, просто не хочется заканчивать разговор. Есть еще вопросы и по концепту, но время 15 минут, к сожалению, диктует свои законы. Спасибо. Митрополит Волкаламовский Иларион сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова